12 апреля баскетболистки «Нефтяника» сыграли первый полуфинальный матч плей-офф чемпионата России среди команд Суперлиги-1. В фоке имени Ивана Дворнова амички сразились с клубом МБА-2 из Москвы. Хозяйки паркета отлично стартовали и быстро повели в счете 11-2. В начале у нас все полетело, девчонки молодцы, забивали. Нефтяник наращивал темп, омская команда провела пару замен. В этот момент главные снайперы соперниц сумели поймать прицел. Баскетболистки МБА-2 сначала сократили разрыв счета до минимума, а в середине второй четверти вышли вперед. Екатерина Кошечкина забросила два мяча к ряду. Первая половина матча завершилась со счетом 23-30 в пользу московской команды. Получалось хорошо в защите защищаться, мы брали весь подбор и тем самым мы разгоняли атаку. Поэтому получались такие хорошие атаки. Баскетболистки Нефтяника проявили характер, начали погоню. В середине третьей четверти Елена Мешкарева забросила очень важный мяч с перехвата, рывок Нефтяника и четвертый период стартовал со счета 41-41. После большого перерыва как-то игра наладилась. То ли соперник устал, то ли просто сделали работу над ошибками. Все вместе собрались, стали играть в командную игру и наверстали. Далее мячки разыграли серию классных комбинаций и вышли вперед. 56-46. Тренерский штаб гостей взял тайм-аут. Столичные баскетболистки сумели вернуться в игру. В результате за 14 секунд до сирены Нефтяник ввел с перевесом в один балл. Гостям экстренно нужно было фалить. Игрок Нефтяника Мария Коростелева не дала шанса соперницам. Реализовала штрафные броски и принесла победу своей команде 58-55. Были, конечно, в моей карьере решающие штрафные, но сейчас, наверное, особенно волновалась. Потому что вышла со скамейки, когда игрок получил 5 фаллов. Надо было, во-первых, отзащаться в такой ответственный момент, а во-вторых, забить штрафные. Ну, конечно, волновалась. Лучшими игроками матча были признаны баскетболистка Нефтяника Елизавета Зайцева и капитан МБА-2 Екатерина Кошечкина. Специальные призы спортсменкам вручил первый заместитель министра по делам молодежи физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник. Все видели такая напряженная концовка. На самом деле, наверное, это то, за что мы любим наш женский баскетбол, нашу команду Нефтяника. Девчонки всегда выкладываются до конца, они борются, настоящие бойцы. Поэтому всегда приятно смотреть. Желаем только победы и успеха в следующей игре на выезде. Следующий матч серии состоится 16 апреля в Москве.